Здравствуйте дорогие друзья! Во время экспедиции в начале июня 2018 года, целью которой были поиски потерянного города, нами также была найдена церковь, который как нельзя лучше подходит для примера того, как искажалась история и как сооружения, изначально предназначенные для других целей, оборудовались под храмы. Первоначально предполагалось выпустить этот фильм четвертой частью серии «Разрывов шаблонов», но ввиду того, что храмовых построек очень много и они все разные, было принято решение сделать для их обзора отдельную серию фильмов, параллельно и дополнительно к серии «Разрыв шаблонов». В этом фильме речь пойдет о храме Бориса и Глеба в селе Паречье Дубинского района Тульской области. Собственно, искать его и не пришлось. Он одиноко стоит на берегу реки Упы, видимо издалека, на обозрение всем. Но, как говорится, хочешь спрятать положено самое видное место. Итак, что же это за храм такой и чем он привлек наше внимание? Давайте обо всем по порядку. Начнем с официальных данных, тем более, что их не так много. Историческая справка. Согласно официальных данных, точная дата основания неизвестна, но предполагается, что не позже первой половины XVIII века. Дата постройки последнего здания – 1804 год. Кто архитектор – неизвестно. Стиль – неизвестен. Строился храм прихожанами на средства князя Петра Николаевича Волхонского. Или Волхонского, в разных документах по-разному. Прапорщицы Агриппины Михайловны Каприановой и надворного советника Александра Ивановича Леонтьева. По одним официальным данным, храм имеет один престол во имя благоверных Бориса и Глеба. По другим, также официальным данным, он имеет три престола. Главный – во имя великомучеников князей Бориса и Глеба. Второй – во имя святителя Василия Великого. А также третий – в честь иконы Знамения Божьей Матери. По одним официальным данным, храм является памятником архитектуры и охраняется государством. По другим, не менее официальным данным, он не имеет статуса памятника архитектуры. Ну и следовательно, не охраняется никем. О прежде бывшем в приходе деревянном храме, и был ли он вообще, сведений не сохранилось. Точное время образования прихода не установлено. Вот отрывок из описания села за 1917 год. Цитата. Село Паречье находится от Тулы в 40 верстах и в таком же расстоянии от Адоевска. Село и причисляемые к нему деревни расположены на левом берегу реки Упы, отчего и произошло название прихода Паречье. В состав прихода входит село Паречье, Пареченские выселки, ранее Елисеевка, деревня Молня и Малнинские выселки. Число жителей во всем приходе мужеского пола 929, женского пола 977 душ. Конец цитаты. В 1869 году около храма устроена каменная ограда. В 1893 году возобновлен иконостас. Друзья, обращаю ваше внимание, согласно официальным данным, в 1893 году именно возобновлен иконостас. Так написано в документах. Против ворот ограды находилась ветхая кирпичная часовня в виде амбара. В 1930 году церковь была закрыта. В разные годы в ней располагались колхозная волноческа, мельница, ремонтная сельскохозяйственная мастерская. Трактора заезжали через главный вход. В дальнейшем была заброшена. В советские времена почти полностью уничтожили иконопись. Последним настоятелем храма был протеерей отец Петр Орлов. Очень образованный и необычайно крепкий в своей вере. Расстрелян в 1937 году в тесницких лагерях. Конец исторической справки. Итак, согласно официальным источникам, мы не знаем точно, кто и когда построил эту церковь, кто ее архитектор и каков стиль постройки. Сколько в ней престолов и является ли она памятником архитектуры. То есть, по сути, мы не знаем ничего. Тогда разбираемся уже на месте. И начнем с крыши, так как ее не было изначально. Путь на крышу идет через узкий проход, шириной с расстояния от моего локтя до конца вытянутых пальцев. А это 48 сантиметров. Протискиваться приходится боком. Но это того стоит, так как увиденное на крыше подтверждает все доводы к версии событий 19 века. Протискиваться приходится на крышу. 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 Продолжение следует... Итак, поднявшись на крышу, мы видим, что сама крыша – это подделка или новодел, что в данном конкретном случае одно и то же. Крыши не было, от слова совсем. Не было ни скатной крыши, продолбленной штробы, которую вы видите сейчас, ни плоской крыши, потолка, выполненной из железных дутавров и бетонных плит. Изначально всего этого не было. Неужели кто-то верит, что так строили специально? Возвели стены, а потом продолбливали штробы для устройства кровли? Так не строили, так перестраивали. Кто не согласен, может писать свои возражения в комментариях. Прямо сейчас, ибо далее возражать будет поздно, так как вы увидите неопровержимые факты. А с фактами не поспоришь. Итак, мы имеем пробитые в кирпиче каналы для устройства скатной крыши на колокольне. Еще сбитый карниз на основном здании. А также дутавры с бетонными вставками на потолке. Причем дутавры уже порядком подгнили и истончились. Чего не скажешь о металлических стяжках в стенах. Стяжки имеют ржавый цвет, но по-прежнему толстые и массивные. Неплохо сохранились за 200 лет, правда? Видно, что стяжки выполняли механическую работу, а не электрическую. Для электрического контакта слишком плохие условия. И сильное окисление замурованных в стену контактов, которые невозможно зачистить в случае необходимости. К слову сказать, стяжки есть. Не во всех стенах, но об этом позже. Отчетливо видно, что у колокольни некоторые окна наполовину заложены. Заложены грубо и неаккуратно. Заложены окна. Есть и в основном помещении здания, в верхнем ярусе. Далее мы их увидим. Изнутри колокольни мы видим черные кирпичи. Причем не один-два, чтобы можно было сказать, что они пережженные. А целыми полянами. Цвет меняется от бурого до черного. Что это за потемнения такие? Плесень? На сухом, хорошо проветриваемом месте. Или это гарь? Подвесы для колоколов вставлены в выдолбленные позже отверстия. То есть изначально отверстий для подвесов не было? Или они крепились как-то иначе? Или в другом месте? Или колоколов вообще не было? Теперь спускаемся с крыши. Внизу еще интереснее. Снова полубоком протискиваемся в эту дыру, ведущую вниз. Субтитры делал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Алтаря нет. Возможно, его и не было. Возможно, был. Но видно, что какая-то часть сооружения разрушена. Это понятно по торчащим стяжкам и колокому кирпичу в стенах. То, что с этой стороны что-то было, можно догадаться даже логически. Ибо если тут все открыто Насте, что зачем на дверях делать такие массивные петли? И причем вмонтированы эти петли не в кирпич, а в камень. То есть изначально при постройке здания уже предполагалось, что тут будут двери. Причем тяжелые. Точно такие же петли в таких же закладных камнях мы уже видели, когда рассматривали Всесвятский храм в Плавске. Ссылочка на него сейчас появится в правом верхнем углу. И как мы увидим в дальнейших фильмах, такое крепление петель использовалось также в храмовых постройках других регионов. То есть этот строительный прием не был тайной и использовался довольно-таки часто. Но вот стиль данной постройки существенно отличается от храма в Плавске. И повторюсь, официально не определено, что это за стиль у здания. Также вызывают вопросы квадратные отверстия у окна. Это не выдолбленные отверстия, а заложенные при постройке. Интересно, для чего? Такие отверстия возле двери мы еще не раз увидим. Это вид с противоположной стороны. Здесь на двери также имеются массивные петли, вмонтированные в камень. Стены как будто посечены чем-то. Возможно, это и шрапнель, а возможно, просто насечки для штукатурки. А возможно, что-то сбивали. С этой стороны располагалось кладбище. Точнее, оно и сейчас располагается здесь, но надгробью уже не осталось. Какие-то растащили, какие-то разбили на месте. С этой стороны мы видим колокольню, которая составляет единое целое со всем зданием. Но это обманчивое впечатление. Подойдя ближе и внимательно присмотревшись, мы увидим кое-что интересное. Вы видите темную полоску? А так, знаете, что это такое? Это гидроизоляция. Да, у храма постройки начала 19 века оказывается, есть гидроизоляция. Непонятно, что это за материал. За давностью лет он превратился в пыль и рассыпается при надавливании. Но это что-то черное и пахнет битумом. По ощущениям, чем-то напоминает рубероид. И вот мы видим каменный фундамент. Затем кирпичный цоколь и слой гидроизоляции. Все, как в современной строительной науке. Но что это? Дальше гидроизоляции нет. Вообще нет. И кирпичи стали крупнее и выглядят более старыми. И швы между кирпичами стали другие. А еще этот вертикальный шов без перевязки. Да и как их перевязываешь, если кирпичи разных размеров? Интересно, это тоже так строили? Меньший кирпич имеет размеры 250 на 120 на 65 миллиметров. Друзья мои, а это современный кирпич. И эти размеры, как стандарт, были приняты только в 1927 году. Если я ошибаюсь, поправьте, пожалуйста, в комментариях. Возможно, до принятия стандарта кирпичи такого размера выпускались и ранее. Но тогда возникает вопрос. А почему все здания не построить из кирпича одного размера? И не сделать гидроизоляцию под всем зданием сразу? А ответ банально прост. Это стены с окнами. Это более поздняя пристройка. Вот и все. Такой план имеет здание сейчас. Это вид сверху. Белым обозначены окна. Оранжевым – двери. Желтым – арки. Если убрать все стены с гидроизоляцией и более мелким кирпичом, то мы получим вот такое здание. Точнее, это два отдельно стоящих здания. Собственно, сам храм и колокольня. И вот этот потолок из металлических балок и бетонных плит как раз эту пристройку и накрывает. И скатная крыша, штроба которой мы видели вначале, также была именно над этой пристройкой. Поэтому факт – изначально крыши не было, считаю, полностью доказано. То есть, так не строили, а именно перестраивали. А когда, кто и зачем – это уже совсем другие вопросы. Если разбираться дальше, то только на окнах этой пристройки есть, ну, точнее, были решетки. На основном помещении храма на окнах решеток не было, несмотря на то, что были массивные дверные петли. Вот и получается, что при реконструкции из двух зданий сделали одно, и колокольня стала как бы частью храма. Но если присмотреться внимательнее, то видно, что пристройка отошла от старых стен. Шов, раскрывающийся вверх, очень хорошо виден. Это и есть просадка фундамента. Когда грунты ближе к середине, к старой части здания имеют меньшую подвижность, чем к углам. И так как фундамент под пристройкой и старой частью не является единым целым, то этой просадки не избежать и никак не вылечить. Она постепенно будет только увеличиваться со временем. К слову сказать, в стенах пристройки нет металлических стяжек, которые мы видели в стенах старой части здания. Если окинуть взором старую часть здания, то мы видим, что в ней мало места. Учитывая, что здесь размещались алтарь, престол, иконостас. Повторюсь, иконостас был возобновлен, согласно официальным документам, в 1893 году. А также размещались прочие церковные принадлежности. Тут для людей остается места еще меньше. Ставя вопрос под таким углом, становится понятно, почему сделали пристройку. Для расширения храма и увеличения вместимости. Но тогда встает другой вопрос. А что при проектировании и постройке об этом никто не думал? А ведь в официальных источниках говорится, что к этому храму относятся и окрестные деревни. Странно, что архитектор и строители этого не учли. Также к архитектору возникает уже традиционный вопрос про отопление. Мы видим, что канал для дымохода пробит уже в готовой стене, грубо и неряшливо. Представьте, если бы узкий проход на крышу, через который мы с вами только что лазили, продал бы ли так же, по готовому. Но нет, его сделали сразу при постройке. Так почему же не сделать сразу при постройке и дымоход? Но тут опять на помощь приходит логика. Проход на крышу был нужен, а дымоход нет. А потом понадобился, когда итальянцы уехали, а у нас зима началась. Но вот беда, нигде не говорится, что этот храм итальянцы строили. Собирая материал по этому храму, мне попался очень интересный документ. Ссылка на него будет в описании под фильмом, на ютуб канале «Неофициальная история». В нем много разной информации, кому будет интересно, почитайте, не пожалеете. Я же позволю себе процитировать лишь некоторые интересные моменты, которые прошу вас, друзья мои, запомнить, ибо мы к ним еще будем не раз обращаться. Называется этот документ «Паспорт муниципального образования Дубинский район в области культурно-познавательного туризма». В разделе «Исторические личности» на странице 3 первым в списке идет князь Иван Андреевич Голицын, руководивший восстановлением адойских засек. О том, что из себя в реальности представляли тульские и прочие засеки, я подробно рассказывал во втором фильме серии «Разрыв шаблонов», посвященной Тульскому Кремлю. Если кто не видел тот фильм, то посмотрите обязательно, так как именно в нем показываются все масштабы искажения истории. В следующем списке стоит Федор Кузьмич Масолов, основатель Дубинского железоделательного завода. Про развитую металлургию прошлого я также рассказывал во втором фильме серии «Разрыв шаблонов» и указывал на прямую связь засек, Кремля и металлургии. И вот тут личности, занимавшиеся этими вопросами, стоят рядом в списке. Конечно же, это просто совпадение, или их расположили по датам рождения, в достоверности которых я более чем сомневаюсь. Почему? Опять ответ в том же втором фильме. Но это еще не все. Листая разделы «Исторические личности» на следующую страницу, мы видим подряд несколько людей, участвовавших в полярных экспедициях. Чириков Алексей Ильич, мореплаватель, капитан-командор, первооткрыватель Северо-Западной Америки. Друзья, я правильно понимаю, что речь идет об Аляске? Елагин Иван Фомич, капитан первого ранга, участник второй Камчатской экспедиции, открывшей Северо-Западную Америку. Промчищева, урожденная Кондарева, Татьяна Федоровна, первая полярная путешественница, участница Великой Северной экспедиции 1737 года. Это было первое исследование побережья Северного Ледовитого океана. Первое по официальной версии истории. То есть, друзья мои, интересное дело получается, до 18 века никто исследований полярных территорий не проводил и карт не составлял. Тогда те карты раннего 18 века, которые мы имеем сейчас, или подделка, или официальные историки про них просто не знают. О самой Великой Северной экспедиции рассказ будет в ссылке в описании. Но сам факт прямой взаимосвязи Тульской земли с морем уже подмечался в третьем фильме серии «Разрыв шаблонов», в котором шел рассказ о храме в Плавске. Также посмотрите, если кто не видел. А мы возвращаемся к нашей теме. И листая паспорт далее, до раздела «Памятники истории, архитектуры и достопримечательности», находим там описание нашего храма на восьмой странице. Вы сами видите слова «Каменная однопрестольная церковь имела три престола». Возможно, я не силен в религиозных терминах и ошибаюсь. Если так, то объясните, кто знает, как такое может быть. А мы продолжаем осматривать наше здание. В арочном проеме, ведущем из основного здания в пристройку, нет петель. Но есть квадратные отверстия на одной высоте с каждой из сторон. Это было крепление дверей или иконостаса? Если это крепление для иконостаса, то вся купольная часть за ним – это было святое святых. И входить туда могли только священнослужители. То есть места для верующих остается еще меньше. И возникает еще более резонный вопрос. Как при изначальном строительстве такое могли построить? Или же эти отверстия – это было крепление чего-то еще? Заметьте, именно на этой старой части есть массивные дверные петли, которые именно так построены. А тут мы видим так построенную арку без каких-либо видимых элементов запирания. А учитывая, что пристройку поставили гораздо позже, то получается, что тут была такая же улица, как и перед дверью с массивными петлями. Тогда почему там петли есть, а буквально за углом их нет? Или вход в этом арочном проеме был организован как-то по-другому? Или тут вообще был не вход, а что-то еще? Друзья, пишите в комментариях свои версии, почему это сделано именно так, и как этот проем был организован, как иконостас, зверной проем или что-то еще. Мы ответ знаем, просто хочется узнать, сколько человек думает так же, и вообще, любые ваши версии интересны. Возможно, они даже более правильные, чем наши выводы. Колокольня также закрывалась массивными дверями. Причем вторые двери были изнутри колокольни. Сейчас это выглядит как тепловой тамбур для главного входа в церковь. Но, повторяю, изначально боковых стен с окнами в решетках не было, и вести этот тамбур мог максимум во двор. Тогда понятно, почему дверь колокольни со стороны реки открывалась наружу, а со стороны старой части храма внутрь колокольни, для экономии места во дворе. Это просто логика, так как другие объяснения имеют кучу опровержений. Кстати, на других дверях основного здания тепловых тамбуров нет. И еще на нижних окнах колокольни нет четверти. А это значит, что не было оконной рамы. То, что это окно, разломное до пола, прекрасно видно. И вот опять непонятка. С одной стороны массивные двери на входах. С другой стороны оконные проемы без рамы. Или раньше так строили и окна вставлялись без четверти. Или это изначально вовсе не окна были. Ну и последний факт. У этого здания был подвал. Провал, или цокольный этаж, или нижний. Как угодно его назовите. Но он был, это доподлинно известно. Провал туда, вы сами видите. Копать мы там не стали, так как были ограничены во времени. И опять же, озвученных в фильме фактов, хватит за глаза, чтобы утверждать. Официальная история, страшная сказка и красивая ложь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, пишите в комментариях свои мысли по-единому в этом фильме. Расследование продолжается. Впереди еще много интересного. Благодарю вас за внимание и поддержку. Всего вам доброго. До свидания.